Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите программу «Время говорить» – информационный обзор дня сегодняшнего. Итак, коротко о главных темах этой среды. Поймали в Рязанской области по подозрению в браконьерстве. Задержаны бывший региональный министр Юрий Почтарёв и Фёдор Политаев. Плиточка – красавица, а улицу Почтовую в Рязани отделают новой плиткой. Что строим, товарищи? Корреспонденты программы «Время говорить» выясняли сегодня, что за работы ведутся в районе перекрёстка Горького и Веденки. Ну а теперь обо всём подробнее. Рязанские власти ведут сражения с грязными самосвалами, которыми изобилуют городские стройки. Кто не видел картину, когда тяжелогруз лихо выруливает с территории строительства, разбрызгивая вокруг себя комья побежденной подавленной им грязи, соответственно и пешеходные тротуары становятся непролазными тропами, и дорогам достается немало, а они у нас и так не сказать, чтобы в идеальном порядке. А потому выходят на большую дорогу чиновники административной инспекции и отлавливают нарушителей режима чистоты. Кстати, не так давно о строечных грязевозах сурово говорил и губернатор на заседании регионального правительства. Смысл его заявления сводился к тому, что надо контролировать, проверять и наказывать нарушителей. А сами строительные фирмы должны приводить подъездные пути в должный вид, чтобы машины грязь тоннами не развозили. Но нашего человека надо сначала как следует рублем стукнуть, чтобы он понял, а надо ведь и что-то предпринять. Вот и выходят в проверочные рейды инспекторы муниципалитета и принимают меры. Официально по правилам благоустройства все работы от подъездных путей до мест, где будут отмываться колес машин, должны быть готовы до начала строительных работ. Это раз. Далее строительные компании должны обеспечить ежедневную уборку территории стройплощадки, а также подъездов к ней и тротуаров. Это два. Наконец, три. При выявлении нарушения сотрудниками управления административно-технического контроля составляется протокол об административном правонарушении, который отправляется на рассмотрение в городскую административную комиссию для вынесения решения. Я здесь, напомним, предусмотрены штрафные санкции. Это про стройки чистоту, а теперь про неизвестные работы, которые ведутся в районе пересечения Горького и в Веденке. Обратился в редакцию любопытствующий рязанский народ и поинтересовался, а что же там на любимом перекрестке делают строители, и не влезет ли здесь в городской пейзаж какая-нибудь десятиэтажка? Вопрос, понятно, интересный и важный, а потому его журналистское исследование было проведено незамедлительно. Все казалось совсем неплохо, рассказывает Оксана Тебенихина. Оказывается, никакого дома на пересечении улиц Веденская и Горького не запланировано. Здесь началась работа по закладке небольшого, но очень зеленого и уютного сквера. Центру города действительно критически не хватает природных легких. Посему городские власти приняли решение слегка разбавить каменные джунгли. Мы предусматривали благоустройство с сохранением существующих деревьев. Здесь есть взрослая ель и клен ясеневидный. Благоустройство будет подразумевать создание округлой мощной площадки с малыми формами архитектурными. Это светильники, это лавочки, на которых можно будет отдохнуть, скамьи. Небольшое количество здесь места не предполагает развитие чего-то глобального. Но тем не менее. По соседству с будущим парком располагается дом, в котором когда-то жил знаменитый рязанский биолог Иван Мичурин. В связи с чем планируется разбить небольшой дендерарий с хвойными растениями и экзотическими деревцами. Конечно, работы будут вестись достаточно быстро, потому что когда город будет отмечать майские праздники, нам уже хотелось бы жителей порадовать таким подарком. Будем стараться, если ничто не вмешается в наши планы, надеемся, что они осуществятся. Вот такая небольшая, но дорогая сердцу и взору радость. Что ж, будем ждать и надеяться на лучший результат. Скандальная история получила отражение на рязанских сайтах. Так, агентство «Медиа Рязань» сообщило о задержании двоих высокопоставленных вероятных браконьеров. Дело было недалеко от села Дубровича. Есть и видеоматериалы, которые мы приводим в сегодняшней программе. Собственных комментариев пока не отдаем. Но в инспекторской машине действительно люди, лица которых в Рязани весьма известны. Сейчас полиция и проводит проверку по этому факту. Совместно с сотрудниками охотнадзора и сотрудниками полиции МВД России по Рязанскому району задержаны два гражданина, которые осуществляли незаконную охоту. Можно сказать, что у них находятся при себе два огнестрельных оружия, одно нарезное. В настоящее время сейчас составляются необходимые документы по изъятию данного оружия из гражданского обороны. И данные лица будут привлечены к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, вот на коврике. От чего? Отложите на место. От карабина. Карабином кто у нас владеет? С вами кто находился в машине? Карабины одинаковые для меня, для него. Юль, составляйте, по такому осмотру вот гильзы лежат. Сейчас почти часа. Пойдемте сюда сразу, пройдите. Вот, потом. Заснимите сразу, пожалуйста, еще имеются стрельные гильзы. Патрон целый. Патрон даже целый и гильзы стреляны. То есть, где патрон? Вот патрон лежит, следом гильзы стрельны. А где конкретно производилась стрельба? В каком месте? Да вот здесь. Здесь. Из какого оружия? Из мелкашки. Калибр. У вас одинаковый калибр, да? 556, да. Дорогущую машину, радость, жизнь, именин и сердце увели у рязанца прямо из-под окна. История не нова. Сейчас в Россию гоняют множество иномарок, что называется, на заказ. А иногда и перепродают машинку. Причем не исключен возврат ее хозяину. Понятно, что за определенный криминальный гонорар. Разговаривала с безлошадным отныне горожанином Олеся Харлина. Мы находимся на улице Новоселов 40А, которая несколько дней назад стала местом преступления. Выглянув в окно, Владимир не увидел автомобиля на привычном месте. Золотистый Инфинити FX35 уехал без хозяина. Ну вот я как бы слышал от товарищей, от знакомых, что Инфинити очень часто угоняют. Как правило, недавно, месяц назад, в конце марта, был тоже этот самый гон. Седьмого года черный. В эту новостройку Владимир переехал три года назад. Все это время он и его соседи парковали машины в пределах двора или ближе к дороге. Полное взаимопонимание. С балкона пострадавшего прекрасно видно этот пятачок. Но в ночь угона 8 апреля его железная лошадка не издала ни звука, несмотря на наличие сигнализации. Угнали, что называется, без шума, без пыли. Правда, в одну из внешних видеокамер все-таки попали. В какую именно, пока тайна следствия. Я не конфликтный человек, поэтому я даже не знаю, на кого подумать, поэтому и не хочу даже думать. У меня все окружение очень хорошее. Но продать машину сейчас очень сложно, потому что рынок насыщен. Из особых примет наличие фаркопа – 20-я резина, 4 выхлопные трубы сзади, немного помятая правая дверь и капот, небольшая трещина на лобовом стекле. Если вы стали свидетелем нелегального путешествия золотистого Infiniti FX35, обращайтесь в нашу редакцию по телефону 720020 или в ближайшее отделение полиции. Статистика говорит, автомобили в России угоняют десятками тысяч. Наибольшей популярностью у опытных преступников пользуются машины немецких и японских брендов, таких как BMW, Mazda, Infiniti и Toyota. Однако, если раньше большую часть списка составляли легковые автомобили, то в последнее время акцент сместился в сторону кроссоверов и внедорожников. Главная цель – обогащение. Машину можно вернуть хозяину за выкуп, перепродать в другие регионы страны или разобрать на запчасти. Возврат рабочей лошадки обойдется дорого – до 50% ее стоимости. Судьба поддержанных отечественных авто еще прозаичнее. Обыкновенная разборка, где ее распотрошат на запасные части. И чем тише машина уехала, тем профессиональнее новый хозяин. Мы теперь о делах более позитивных. Как известно, рязанские власти намерены все же добиться реального, а не декларативного превращения улицы Почтовой и других пешеходных зон в подлинные территории без транспорта. Сегодня депутат Рязанской областной думы Михаил Крылов рассказал нам о новой плитке, которая украсит тротуары бывшей Подбелки. Совсем скоро пешеходная зона на улице Почтовой обретет совершенно новый вид. Городские власти планируют полностью сменить тротуарную плитку. Пока, правда, окончательного решения по поводу того, какую именно плитку будут укладывать, нет. Но зато есть выбор. Экземпляры нового покрытия лежат в центре улицы. И депутаты проводят опрос граждан, какая плитка им нравится больше. Я лично склоняюсь к не очень броской плитки, чтобы она сама по себе не оттягивала на себя внимание. Это, во-первых. Во-вторых, ее фактура, на мой взгляд, должна максимально быть приближена к какому-то натуральному камню. Третий фактор – долговечность цвета. Потому что есть плитка, которая подешевле, она покрасочнее, но этот цвет может сойти через, допустим, три года. И глубина проникновения колера как раз в саму плитку, непосредственно в массу – это очень тоже важно. Значение здесь имеет абсолютно все – цвет, фактура, форма плитки. Все-таки почтово-исторический центр нашего города. И хотелось бы сохранить ее традиционные для старинного русского города вид и настроение. По мнению большинства людей, вот дальнейшие варианты плитки очень даже подходят к тому, что требуется. Во-первых, здесь имитация натурального камня. Это видно. Во-вторых, то, что по цвету она разнообразна, то здесь получается такая легкая игра. Также будут установлены новые лавки, дождевые сливы и специальные сетки вокруг клуб и деревьев, благодаря которым грязь не будет растекаться по новой плитке. Работу планируется завершить к началу августа. На День города рязанцев будет ждать подарок – музыкальный фестиваль, в котором, кстати, уже традиционно примет участие и сам Михаил Геннадьевич. Так что будем ждать. Одна печаль. Практически все лето жители города будут лишены удовольствия фланировать по подбелке. Но это все – мелочи жизни. И, наконец, официальное известие. Во-первых, на заседании регионального правительства губернатор Олег Ковалев объявил о новых лицах среди рязанских министров. Областной Минтранс возглавил Евгений Межорин, а министром культуры и туризма утвержден Виталий Попов. Также на заседании губернаторов напомнил о том, что сейчас на федеральном уровне отменено право инвалидов и участников Великой Отечественной войны на первоочередное обеспечение бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение. А потому эта обязанность ложится на региональные структуры. У нас есть ветераны. В региональном реестре таких на получение путевок числится 71 ветеран. И не хотелось бы их, в связи с принятием такого закона, не хотелось бы как-то обижать в этом плане. Поэтому с сопровождающими лицами это 85 человек. Поэтому если ставить их сейчас на общее основание, которое у нас существует, то это как минимум три года для того, чтобы вот эти 75 желающих получили свои путевки. Поэтому нам надо их обеспечить. И поэтому для этого надо задействовать средства фонда социальной поддержки, то есть внебюджетного фонда. Поэтому я прошу Министерства соцзащиты, Елена Геннадьевна, у вас разобраться, все сделать там как положено. Значит, это решение правления фонда должно быть. Поэтому я обращаюсь к правлению фонда с тем, чтобы они поддержали вот такую мою инициативу и приняли решение, чтобы у нас вот эти наши ветераны в этом году все отдохнули, все, кто и подлечились в наших санаториях. Ну, у нас на сегодня все, но информационные панорамы не заканчиваются вот так сразу. Сегодня в студии программы «Подробности» Олеся Котровская встречает Веронику Скавронскую, которая исполняет обязанности начальника отдела надзорной деятельности в лесах регионального Минлесхоза. Главные темы сегодня таким образом будут касаться безопасности наших лесов, ну, что особенно актуально с наступлением пожароопасного сезона. А мы с вами увидимся завтра в эфире программы «Время говорить». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА